Доброе утро! Я проинформирую, поскольку с разных уголков приехали, присутствуют руководители Российской академии образования, прежде всего представители органов исполнительной власти Республики Татарстан. Здесь же находится и помощник нашего президента, который курирует вопросы культуры, образования, в целом социальной сферы, специалисты и практики в области воспитательной работы из многих регионов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Пензы, Чуаши, Башкорстана. Руководители и работники районных отделов образования нашей Республики, учителя общеобразовательной школы, в том числе и наши лицы. Мы также здесь присутствуют представители наших двух институтов. Это Института образования и психологии и Института филологии нашего университета. Вы знаете, вот нам недавно совсем исполнилось 211 лет, за это время наш университет проходил различные этапы своей трансформации. Мы были императорским университетом, далее стали в советское время государственным. И в 1930 году очень многие ныне самостоятельно работающие вузы нашей Республики, Казани, выделились из стен нашего университета. Вот в 2010 году 7 самостоятельно работающих вузах, и они были обведены в федеральный Казанский университет. Поэтому вот в новом качестве мы существуем с 2010 года и в новом формате развиваемся. Поэтому нам не так было просто, поскольку в состав университета влились еще два педагогических университета. Один в городе Елабоге, где-то чуть больше 200 километров от Казани. Второй – это наш Казанский педагогический университет, который к этому времени уже назывался Татарским гуманитарным университетом. Поэтому вопросы подготовки учительских кадров, я думаю, многие здесь сидящие являются выпускниками тех или иных наших педагогических вузов. Поэтому, Людмила Алексеевна, в какой-то степени мы и ваше подразделение, поскольку вы курируете не только темы и вопросы, которые обсуждаться будут сегодня, но и в целом педагогическое образование по нашей стране, поэтому считайте наши в том числе и собственные площадки. Это вот как бы это. С другой стороны, вот когда объединились большое количество вузов, главной задачей у нас стояло формирование общеуниверситетской культуры, поскольку каждый пришел к моменту объединения как бы со своими правилами. Да, это нам удалось, мы реализуем собственные программы, участвуем во всех проектах федерального центра, и по области педагогики мы выиграли три гранта, как вот недавно отчитались об успешном выполнении. Значит, участвуем также в проекте 5 ТОП-100. Поэтому система образования, как бы вот школьного образования для нас, это что-то новое с одной стороны, но с другой стороны, с учетом присоединенных вузов, это продолжение их тем развития. Своим составом мы имеем и два собственных лицея. Один дневного пребывания, а другой круглосуточного лицея на емкости на 360 детей. Более того, значит, вот огромное количество у нас иностранных студентов, ну, огромное количество, и в цифрах это 3280 человек. Да, и они тоже приехали с различных уголков мира, примерно из 90 стран, и поэтому обсуждаемые сегодня вот вопросы образования и воспитания, и для нас очень важны, поскольку мы должны всех наших выпускников сделать носителем именно нашей идеологии. И они и в области культуры, брака и семьи тоже имеют разные точки зрения. Поэтому, я думаю, эта площадка обсуждаемая тема сегодня для нас, она будет важным подспорьем в решении наших воспитательных мероприятий с нашими достаточно в большом емкости студентов. Общее количество студентов у нас близко к 50 тысяч, 7 тысяч сотрудников. Вот с этими словами я бы хотел с удовольствием для введения уже темы круглого стола передать с благодарностью Людмилу Алексеевну Ивановну, сказать вам огромные слова благодарности за то, что вы нашли возможность и принято решение вместе с нашим министерством образования именно этот круглый стол провести на нашей площадке. Спасибо. Спасибо вам, Ильша Травкатович. Спасибо большое. Нам очень приятно, что именно мы здесь, в вашем университете сегодня, потому что университет ваш за эти 211 лет, ну, он и раньше уже был известен, а сейчас особенно. В последние годы он развивается прекрасно. А когда у вас в основе, при основании университета, такие прекрасные школы были уже заложены, которые развиваются в ряде уже других регионов, в других университетах, это, конечно, прекрасно. Спасибо вам, что вы нам вот такую возможность прекрасную в этом замечательном здании предоставили работать здесь. Дорогие коллеги, вы знаете, что этот круглый стол организован, так сказать, целым рядом, в результате целого ряда проектов. Это, конечно, в первую очередь, вот все российская программа святость материнства, о которой вы знаете. Ну, и Российская Академия Образования в этом принимает участие. Конечно, Министерство образования и науки Республики Татарстан и Казанский федеральный, Казанский приволжский федеральный университет и Казанский государственный институт культуры и Государственный медицинский университет и федеральные программы «Крепкая семья» и, кроме того, структуру управления традиционных религий тоже принимают в этом участие с активным подключением педагогической общественности. Я очень рада, что Лариса Олеговна с вами рядом и что мы с ней вместе будем вести этот стол. В связи с тем, что так получилось, что мы немножко позже начали нашу работу, давайте договоримся, что каждый выступающий будет стараться максимально коротко изложить те идеи, с которыми он сюда пришел. Мы хорошо знаем, чья сестра краткость и поэтому будем считать, что каждый проявит свой талант. Дорогие коллеги, вы хорошо знаете, что вчера уже на пленарном заседании целый ряд проблем, связанных с этой прекрасной темой святость материнства были обсуждены и мы хорошо с вами понимаем, что без образования, без просвещения наверное, вообще ничего сделать в России невозможно. Я всегда спорю с теми, кто говорит, что сначала мы решим экономические проблемы, какие-то политические, а потом займемся проблемами образования, это невозможно. Без образования и без культуры не будет ничего. И я абсолютно уверена, что какие бы решения не принимались, связанные с нашими проектами в области космоса, каких-то инновационных технологий, самые новые и яркие проекты не могут решаться людьми, у которых нет настоящего гуманитарного образования и которые не получили должного образования. И наши неудачи некоторые, мне кажется, связаны с тем, что, может быть, не очень хорошо образован был человек, который за это дело берется. Вот мне кажется, что сейчас мы и обсудим в рамках нашего круглого стола, что же, как вы думаете, что может сделать образование и воспитание для укрепления таких, ну совершенно, с моей точки зрения, основ, которые должны быть незыблемы. Это и семья, и брак народов Российской Федерации. Меня сегодня очень порадовало то, что утром обратился ко мне молодой человек, который сказал, что он возглавляет вот такое объединение невест и женихов. И что вот это, так сказать, объединение, а он хочет наладить наше сотрудничество с Академией, Российской Академии образования, и мой заместитель Виктор Стефанович уже вот непосредственно и вступит в этот контакт. И он нам обещал, что уж если восемь свадьб, да, Виктор Стефанович, уже было восемь, и он говорит, что он уверен в том, что вот эти семьи, возникшие восемь семей, уже точно они возникли, так сказать, на всю жизнь. Ну, будем надеяться, что так и будет. Дорогие коллеги, у нас есть записавшиеся, да, заранее в нашей программе, и вот с такой темой использования социологического образования в ВУЗе для поддержания семейных традиций, я хотела бы Ларисе Николаевне Вдовиченко, декану социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета, Московского, и предоставить слово. Давайте мы только договоримся, значит, сколько же все-таки у нас получится минут, если у нас есть полтора часа, у нас есть 90 минут. До 10 минут. До 10. До 10. Что, что, что? Мало? Спасибо за предоставление слова. Мы сейчас посчитаем и скажем. Спасибо, пожалуйста. Спасибо за предоставление слова. Я представляю университет, которому тоже уже больше 100 лет, который центральное здание расположено в Москве, но имеются и филиалы, Российский государственный гуманитарный университет, и я хочу продолжить тему, которую Людмила Алексеевна на пленарном заседании подняла, а именно о ведении новых курсов. И я хочу эту тему, Людмила Алексеевна говорила для школы, а я буду говорить о высшем образовании. В функции третьем планы мероприятий на 15-18 годы по реализации первого этапа концепции государственной семейной политики сказано о необходимости, и дальше я цитирую, подготовке предложений по вопросу о предоставлении женщинам в возрасте до 23 лет, имеющих детей, дополнительные возможности для получения высшего образования по образовательным программам высшего образования, бакалавриату и специалитету. Этот государственный документ затронул важный аспект воспитания семейных ценностей уже в системе высшего образования. Возникает естественный вопрос о том, что приобретут женщины, уже имеющие детей, или которые в будущем будут иметь детей, в ходе получения высшего образования для укрепления семейных ценностей. При этом в высшей школе, не надо забывать, обучаются не только женщины, но и будущие отцы, и что они могут приобрести. Вот эта проблема еще не получила должного изучения и разрешения в высшем образовании. Много говорят о воспитании семейных ценностей в семье и школе, разрабатываются специальные курсы дисциплин и другие способы воспитания семейных ценностей. Это правильно. Но при этом не нужно забывать, что образование семей и их нормальное функционирование и развитие, в том числе рождение и воспитание детей, в основном приходится на совершеннолетний период жизни людей, который для многих проходит через высшие учебные заведения. Посмотрим, как можно восполнить этот пробел воспитания семейных ценностей в УЗИ. Известно, что система российского высшего образования в целом вписалась в баллонский процесс, предусматривающий три этапа обучения в профессиональных организациях высшего образования, а именно бакалавриат, магистратура и образование после окончания ВУЗа. Для России это аспирантура и докторантура. Эти степени обучающиеся проходят за период, сравнимый со школьным, если по размеру. А если включить докторантуру, то и за больший даже отрезок времени. И именно в этот период образуется множество семей, что повышает востребованность воспитания семейных ценностей в системе высшего образования. Учитывая все вышесказанное, необходимо в период обучения в УЗИ уделять особое внимание проблемам семьи. Как это сделать? Вот я предлагаю несколько способов, как решать эту проблему в УЗИ. Первое. Включить в учебный план специальные дисциплины. Например, на нашем социологическом факультете в РГГУ читается специальный курс, который называется «Социология семьи и детства». И это очень важно. Именно на бакалавриате он читается. Второй способ – разрабатывать и реализовывать специальные магистерские программы. То есть это уже второй уровень образования. Например, я привожу примеры, которые я знаю, к которым я сама имею отношение. На нашем факультете по специальности социология в 2016 году открывается специальная магистерская программа, которая называется «Социология семьи и детства». Программа нацелена на подготовку социологов, исследователей, практиков в области семьи, детства, а также для социальных работников, которые будут специально заниматься проблемами семьи и детства. Выпускники программы могут получить возможность работать в государственных и негосударственных организациях, которые реализуют социальную политику, ориентированную на детей, семью, заниматься преподаванием соответствующих дисциплин по семье в вузах. Также выпускники могут проводить исследования в области социологии семьи, детства и обладают преимущественным правом поступления в аспирантуру и защиты кандидатской диссертации на нашем диссертационном совете по социологическим наукам. Учебные курсы в рамках магистерской программы читаются известными профессорами и учеными, обладающими богатым опытом проведения исследований и практической работы в области социологии семьи, детства и проблем, связанных с этим. Например, такие курсы мы уже разработали. Это социологические методы исследования семьи и детства. Вот вчера как раз говорили о мониторинге этой проблемы. Мониторинг – это один из методов именно социологический. Второй курс – социология тела и телесности. Это уже, в общем, курс, который связан с психологией. Но мы считаем, что это тоже нужно давать системе высшего образования. Следующий курс – возрастное развитие личности. Очень важно, как личность развивается в плане восприятия семейных ценностей. Следующий курс – социология детства. Специально обращается внимание, у нас есть специалисты, которые занимаются проблемой детства. Мы проводили исследования и в сиротских домах, и в специальных организациях, где находятся дети. Также социология семьи у нас как отдельный предмет в рамках этой магистерской программы. Таким образом, я сказала о бакалавриате, где у нас свой курс, и о магистратуре, где у нас целая программа. Третий способ – развивать соответствующие исследовательские проекты. Причем лучше, если это происходит силами и студентов, и преподавателей. Здесь как раз возникает общность, и преподаватели тоже могут повлиять на студента в плане воспитания семейных ценностей. Четвертое – утверждать темы, реализовывать и защищать курсовые, дипломы, магистерские, кандидатские диссертации, посвященные проблемам семьи. То есть давать им преимущества. У нас есть студенты, которые пишут на эти темы, которые защищают квалификационные работы по окончанию и бакалавриата, и магистратуры. То есть мы даем им форуд, преимущества, если они хотят заниматься этими проблемами. Наконец, проводить исследования по проблемам семьи различными социологическими методами. То есть это опросы, это контент-анализ документов, очень важный метод документов государственных, как федерального уровня, так и регионального. Также изучение средств массовой информации, как эта тема отражается в средствах массовой информации. И других источников, затрагивающих проблемы семьи. А также, что немаловажно, есть такой метод, как включенное наблюдение за жизнью семей. Это тоже очень важный метод, когда исследователи, они поддерживают отношения какой-то период с семьями, и они лучше узнают их проблемы. Сейчас у нас на факультете подан на получение гранта специальный проект, который называется «Новые облики детства в современной России». В нем будут затрагиваться очень важные проблемы. Например, изучение зарубежных и отечественных источников и литературы по тематике детства в XXI веке, имеющих фундаментальное научное и прикладное значение. Анализ результатов и данных социологических и междисциплинарных исследований детства в 90-е и 10-е годы. Проведение всероссийского комплексного социологического и социально-психологического исследования. И это исследование посвящено общественному сознанию и мнениям, изучению мнений о детстве и семье. Особое внимание будет уделено формированию эталонов детского образа жизни, роли средств массовой информации, практике решения проблем детства, особенно на местном уровне. И в заключение мы хотим выработать рекомендации для официальных органов, ведущих детством, для принятия решений по продвижению вот этих вот проблем. Надо отметить, что некоторые представители нашего бизнеса уже поддерживают эту линию. Например, магистерская программа была разработана при поддержке фонда Потанина. И Потанин проявил личную заинтересованность в поддержании разработок вот этих тем. Наконец, важным направлением формирования семейных ценностей является работа со студентами, тьютеров. У нас называются преподаватели, которые прикрепляются к студентам. Хорошо. Если будут вопросы, я отвечу на них. Я выскажу только рекомендации. Рекомендация, что все эти способы воспитания семейных ценностей в высшей школе можно объединить в комплекс мер по поддержке семейных ценностей в организации, входящих в систему высшего профессионального образования. И вот этот вот комплекс нуждается в более тщательной проработке и поддержке со стороны правительства, Миноборнауки и других министерств и ведомств Российской Федерации, а также региональных министерств и ведомств. Поэтому я считаю, что вот эти рекомендации были бы полезны. И, может быть, стоит включить в наш общий список рекомендаций. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лариса Николаевна. Конечно, то, о чем Вы говорите, сложно сделать во всех высших учебных заведениях России, как Вы понимаете. Мы можем говорить о гуманитарных вузах. Но, в общем, я с Вами совершенно согласна, что министерство должно очень серьезно отнестись к таким рекомендациям. Что касается Владимира Ильича Потанина, понятно, он в течение 30 или 20 точно помогает студенчеству разных университетов, разрабатывает разные программы. Он сам прекрасный отец, несмотря на сложности какие-то, которые у него возникают. Поэтому понятно, что он помогает. Хотелось бы, конечно, и других руководителей бизнеса в это включить. И то, что вот Эльша Травкатович сказал, это очень важно. Когда есть определенный комплекс, есть свои колледжи, есть, которые, скажем, педагогические. Мы недавно руководителей колледжей в РАУ собрали. И это тоже очень важное звено. И, конечно, школы. А теперь, когда есть стратегия дошкольного образования, мы могли бы вот такую действительно линию выстроить очень четкую. Это могло бы хорошо получиться. Спасибо Вам большое. Спасибо. На вопрос о том, сколько у нас выступающих, у нас еще 6 человек. И мы надеемся, что мы вовремя нашу работу и закончим. Актуальные вопросы подготовки будущих педагогов-психологов к работе с семьей. У нас тут два человека эту тему нам представляют. Гульнара Фернинадовна Бактагирова. Это город Казань. Доцент кафедры общей и социальной педагогики Института психологии и образования Казанского федерального университета. Пожалуйста, Гульнара Фернинадовна. Спасибо. Педагогическое осмысление сложившейся образовательной ситуации в подготовке педагогов и психологов свидетельствует о необходимости специального формирования и их готовности к работе с семьей. Можно поближе к микрофону, пожалуйста. Сегодня происходит девальвация семейных ценностей, снижается социальная значимость материнства и отцовства. Молодые люди оценивают свою будущую жизнь чаще всего в виде успешной карьеры в обществе. А перспектива создания крепкой семьи, как главная задача и основа бытия, не является предметом их забот. В связи с этим перед системой образования и, прежде всего, высшим образованием, стоит задача развития соответствующей системы ценностей у студенческой молодежи. Обеспечение в их глазах престижа, положительного имиджа семьи, формирование идеала стабильного, официально зарегистрированного брака и воспитания ответственного родительства. Психолого-педагогическая готовность будущих педагогов и психологов к работе с семьей представляется как наличие у студента базовых конструктов профессиональных значимых качеств и ценностей, которые им не необходимы для практического осуществления психолого-педагогической работы в вопросах семейных отношений и семейного воспитания. Овладение студентом необходимой компетенции происходит именно на психолого-педагогических дисциплинах, как в условиях аудиторной, так и в неаудиторной учебной деятельности. Поэтому особое значение в этом процессе при подготовке к работе с семьей имеют такие курсы, как семейная педагогика и этнопедагогика. Основными задачами курса семейная педагогика являются актуальные вопросы семейного воспитания. Это ознакомление и систематизация психолого-педагогических знаний студентов, вопросы понимания семьи и семейного воспитания. Это формирование понимания основных проблем и тенденции развития современной семьи и детско-родительских отношений. Это формирование представления о родительстве именно как о психолого-педагогическом феномене и психолого-педагогических факторах воспитания в семье. о знакомлении с основными направлениями, формами, методами взаимодействия с семьей в образовательных учреждениях. Данный курс содействует формированию гуманистических принципов по отношению к семейным отношениям и к семейному воспитанию, формированию эмоционально положительного отношения у студентов к семье, к родительским функциям, а также к личностному и профессиональному росту. Занятия по данному курсу у нас проходят в КГУ в разнообразных формах. Это и лекции диалоги, мини-конференции, тренинги, практикумы, ролевые игры, что способствует формированию необходимых ценностей. И когда особенно мы говорим о формировании профессионально значимых качеств. Так, например, формирование основных понятий курса закрепляется в итоговых формах. На писании студенты пишут эссе «Моя семья, моя будущая семья», где они не только анализируют и прогнозируют семью, но характеризуют ее с позиции, понятий, функций, типов семьи, ее исторического развития. И прежде всего начинают смотреть на свою семью и на свою будущую семью немножко уже по-другому. Формирование понимания основных проблем и тенденций развития семьи и детско-родительских отношений осуществляется прежде всего через практические занятия. Так, рассматривая, например, социокультурную среду семьи, студентам необходимо представить консультацию для родителей, которую они разрабатывают сами на различные темы. Это могут быть темы, которые как раз актуальны и для них, и для современных детей. Например, какие игрушки нужны малышу, нужен ли компьютер дошкольнику и так далее. Огромное значение уделяется таким актуальным вопросам, как воспитательный потенциал семьи, его компоненты, психолого-педагогические основы семейного воспитания. Студенты знакомятся с основными специфическими принципами воспитания детей, особенно с воспитанием детей в различных типах семей, изучают преимущества и недостатки различных стилей. Происходит это и при встрече с родителями, с педагогами, психологами, которые делятся своим опытом воспитания. А сегодня мы уже приглашаем наших бывших выпускников, которые стали родителями и являются педагогами-психологами. Это может быть круглый стол, это может быть социальный проект. Так наши студенты участвовали в социальном проекте «Семейная традиция глазами студентов и подростков», где они представляли различные проекты, и каждый проект был действительно уникален. Свои исследования учащиеся сопровождали презентациями, семейными реликвиями, фотоальбомами, изделиями, и действительно менялись в процессе работы над этим проектом. Участвуя в тренинге эффективного родителя, студенты примеряли на себя роль отца и матери, учились правильному пониманию данных социальных ролей. И на следующем слайде будут представлены некоторые их впечатления. Участвуя в ролевых играх, таких как нетрадиционное родительское собрание, студенты должны заранее познакомиться с организацией методикой проведения родительских собраний, разделиться на группы, выбрать тему, форму проведения. Они проигрывают и становятся родителями, каждый из которых выполняет свою роль. Учащие тем самым различным ситуациям, которые могут возникнуть в их профессиональной деятельности. Так, проводя подобные ролевые игры, студенты делятся на разнообразные семьи, пытаются решить какую-либо педагогическую, психологическую ситуацию, найти наиболее приемлемый гуманистический выход из этой ситуации, прежде всего в пользу ребенка и его формированию как личности. Тем самым это все позволяет прочувствовать и понять ценность различных семей и как вести себя, чтобы помочь этим семьям. Таким образом, семейные ценностные ориентации определяют содержание направленности личности, составляют ядро ее мотивации к созданию благополучной семьи, жизненной концепции студента, отражают отношение человека к себе, к своей семье, окружающему миру и другим людям. И, конечно же, к своей будущей профессии. Значительным воспитательным потенциалом формирования... А, вы продолжаете сразу. Да, да, да. Не давая возможности мне сказать, как вас зовут. А как раз следующий доклад Гульфии Габдрахмановны Парфиловой. И, пожалуйста. Спасибо. Значительным воспитательным потенциалом формирования семейных ценностей обладает такая дисциплина, как этнопедагогика. Одной из целей данной дисциплины является формирование семейных ценностей. Если же говорить, а какие же семейные ценности формируются на данной дисциплине, то хочется отметить, это ценности, связанные с супружеством, это ценности, связанные с родительством и ценности, связанные с родством. Как отмечает известный исследователь этнопедагогики, профессор Нигматов Зиамиль Газизович, современные родители зачастую не используют важнейшие каналы передачи детям духовно-нравственных ценностей, начиная со дня рождения. Многие родители не знают колыбельных песен, издревле передающихся из поколения в поколение. Он также отмечает, что люди стали безязыками. Нынешнее поколение людей не владеет пословицами, поговорками, запасом мудрых заповедей и так далее. Многие родители не рассказывают детям сказки, довольствуются тем, что дети смотрят сказки по телевизору. Существует iPad, который заменяет родителей на сегодняшний день. Ну, от силы, если они читают им сказки по книжкам, а так, в общем-то, ребенок предоставлен сам себе. И эту потерю мы начинаем ликвидировать с двух тем. Это средства народной педагогики и формы, извините, фактора народной педагогики. Хотелось бы отметить, что по-прежнему значительная часть педагогов скептически настроена на использование аксиологического потенциала религии в воспитании будущих отцов и матерей. А родители нуждаются в научно обоснованных рекомендациях по использованию этнокультурных норм, отвечающих современному образу жизни. В разрешении данной проблемы нам помогают такие темы этнопедагогики, как этика и мораль ислама, христианства, буддизма и иудаизма. В теме этика и мораль народов, исповедующих христианство, мы используем видеометод. Студентам предлагается посмотреть таинство крещения, а в дальнейшем ответить на вопрос, какая нравственная информация для молодой семьи лежит в основе этого таинства. Традиции, которые своим корнями уходят в далекую древность, так или иначе всегда были связаны с укладом семейной жизни народа, с ее бытом. Они, как правило, регулируют поведение и поступки членов семьи, накладывают своеобразный отпечаток на формирование их мыслей и чувств. Семейные традиции – это не только мероприятия, проводимые в отдельный день и час. В традициях находят свое выражение уважения к старшим, любовь к младшим, чувство такта, великодушие и так далее. То есть все то, без чего не может существовать семья – развивать и растить потомство. В результате анализа работ студентов, творческих работ студентов, по теме «Традиции моей семьи» мы выявили, что современная семья поддерживает традиции, которые можно условно разделить на три группы. Это традиции моей семьи, это традиции, связанные с государственными праздниками, и традиции, связанные с этносом и религией. Если говорить о конкретной семье с конкретными традициями, это, вы видите, совместную уборку дома или квартир. На сегодняшний день 100% студенты отмечают лепку пельменей накануне Нового года, может быть, это уже и государственным скоро традицией станет. Есть селегово и так далее. Если говорить о праздниках государственных, которые стали традициями данной семьи, это 100% студенты отмечают празднование Нового года и Дня Победы. В некоторых семьях остались традиции празднования 8 марта, 23 февраля, и даже была одна семья, которая из года в год все вместе празднует 1 май. Если же говорить о традициях, связанных с этносом и религией, то здесь, в семьях, где исповедуют ислам, очень важными праздниками является это празднование Харбан-Байрама и Рамадана. Также для многих семей татарских очень важным является Аш-Уздору и празднование Сабантуя. Две семьи празднуют еще Хас и Мессе, которые в конце ноября бывают. Кто знает этот праздник, значит, он очень такой добрый, радостный. Если же говорить о семьях, в которых исповедуют христианство, христианство, в частности православие, для студентов очень значимыми, и они очень так тепло отзывались об этих праздниках, это Рождество Христово, Пасха, и вот два студента отметили, что для них важным является крещение, для их семьи. Если говорить, на что мы еще уделяем внимание, то это, конечно, мы уделяем внимание традициям, связанным со сватовством, свадьбой, женщина в период беременности и родов у разных народов, роль матери и отца в социализации детей у различных народов. Наши студенты изучают традиции различных народов, выбирают темы, которые им интересны, а затем составляют сценарии различных праздников и обрядов, которые они уже проигрывают в группе и на практике. За счет часов самостоятельной работы студенты выполняют такие творческие задания, которые также способствуют формированию семейных ценностей. Это написание эссе на тему «Традиции моей семьи», эссе на тему «Традиции народа, с которым вы себя позиционируете». Также есть такое задание. Составьте текст обращения к молодой матери, который убедит ее в необходимости петь своему ребенку колыбельные песни. Какие фольклорные тексты вы будете использовать с ребенком трех лет? Представьте, что вашему ребенку пять лет, и вам предстоит провести с ним выходной. С кем вы будете играть и в какие игры? Подводя итог, хотелось бы сказать. Таким образом, обращение к наследию народа в области семейного воспитания может содействовать формированию семейных ценностей. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Гульфия Габрида Рахмановна. Вы знаете, на что я хотела обратить внимание? То, о чем вы говорили. Мне кажется, большая проблема в том, что действительно у нас родители детям-то читать перестали. Вот по статистике, я не знаю, 2014 года, но в 2013-м 0,02% родителей читали детям перед сном. И мы знаем, что многие родители активно работают, но все-таки, ну, раньше это была определенная традиция, это необходимо. А сегодня ребенок, кто ходить еще не начал, у него гаджет в руках, какие-то кнопки нажимает, какие-то картинки смотрит. Конечно, этого не должно быть. Спасибо большое вам. Дорогие коллеги, мы очень много уже вчера говорили о том, какую большую роль играют вот в решении наших очень важных проблем, обсуждаемых здесь, общественные организации. И вчера мы говорили и о тех фондах, которые Владимир Иванович Якунин возглавляет, и Андрей Первозванный, и Национальной Славы, и многие другие. И поэтому, конечно, очень важно обсудить значение вот этих общественных организаций воспитания и образования. И как раз Ирина Васильевна Терентьева, она расскажет об участии общественной организации Лиги Женщин Университета вот в решении этих проблем. Пожалуйста, Ирина Васильевна. Спасибо большое, уважаемая Людмила Алексеевна. Уважаемые коллеги, прогнозирование развития российского общества, мы с вами согласны, будем все, невозможно без определения ориентиров в социальной политике, да, и в том числе в образовании и воспитании, и подрастающего поколения, и, в общем-то, и взрослого населения. Вот сегодня всех нас обоснованно тревожит духовное состояние нашего общества. Современная социальная среда сложна, нестабильна, распространение терроризма, рост напряженности в межличностных отношениях, отношения человека с природой. Вот очень тонко вчера Владимир Иванович Якунин отметил важность социальной экологии. И вот эти проблемы связаны, безусловно, с нарушением традиционных культурных норм и ценностей. И в то же время, наряду с этими, казалось бы, наличием негативных явлений, для современной России характерны процессы возрождения национальных культур, оживления традиций и духовных основ проживающих в ней народов. Ведь само время диктует необходимость возврата к лучшим традициям нашего народа. А образование и воспитание – это две категории целостного, многотрудного и долгосрочного процесса, в котором действительно происходит не только становление ума, но и сердца. На нашей конференции уже озвучали предложения оптимального решения проблем духовного возрождения общества и отдельно взятой личности. Мне бы хотелось затронуть несколько иной аспект. Это участие в различных проектах наших общественных организаций, потому что общественные организации – атрибут гражданского общества, и они осуществляют действительно горизонтальные связи, структурируют общество, делают социальную жизнь богаче, разумнее, гуманнее. В принципе, общественная жизнь – это привычный способ существования неравнодушного, активного человека. И это прекрасная альтернатива такой излишней политической озабоченности, возможность прожить свою жизнь с пользой и для себя, и для общества. Вообще, коллеги, многочисленное наблюдение убеждает в удивительной мысли. На состояние человека влияет его социальная активность. Чем больше и продуктивнее общается человек с другими людьми, тем меньшему количеству болезней он подвергается. И получается, деятельность общественных организаций на благо общества выступает как социальное лекарство. Можно много перечислить, что может дать общественная деятельность, прежде всего, для молодого поколения. Но главное, что работа на благо общества раскрывает прекрасные возможности для приобретения репутации ответственного, делового, обязательного и образованного человека. И дает четкое ощущение причастности к большим и малым делам России. При общении и к общественно значимой полезной деятельности зрелых людей делает ее содержательнее, ярче и интереснее. То есть, получается, что работа не за деньги обладает замечательными побочными эффектами. В настоящее время запущено в действие множество культурных, духовно-нравственных программ. Они различные. И если взять, к примеру, Казанский федеральный университет, то групповых объединений здесь очень много. И они открыты, что специфично, что удивительно, что привлекательно. Эти объединения открыты не только для университетского сообщества, но и для горожан. Они характеризуются общностью в тех или иных интересах. Это могут быть профессиональные, это могут быть деловые, культурные, исторические и так далее. То есть, все они играют очень большую роль в жизни альма-матор. И, конечно, я поделюсь опытом работы Лиги Женщин Казанского университета. Она была организована, создана 14 ноября 2012 года. То есть, именно в период, когда активно происходило слияние различных вузов в единый федеральный университет. И главная цель организации, содействие, конечно, нашим основным задачам, влияние на развитие общества и поддержка самих женщин. И вот сама организационно-подготовительная работа, коллеги, продемонстрировала уникальность университетских женщин. Их необычайную разносторонность. При этом есть общее качество, мы увидели. Женщине-ученому присуще постоянное профессиональное самосовершенствование и самопожертвование. То есть, вот это та база оказалась, на которой формировалось наше пространство взаимодействия. Вообще, в университете в составе такое большое количество женщин, 940 из них имеют степень на доктора и кандидата наук, 19 занимают высокие руководящие должности. Вот получилось так, что Лига – это еще один формат общения, взаимодействия и сотрудничества всех многочисленных университетских подразделений, институтов и факультетов. То есть, это как бы генерирующая такая сила для укрепления корпоративной культуры, о которой очень хорошо говорил в приветствии Ильшат Равкадыч. А культура, она многогранна. Культура национальная, языковая, культура межличностных отношений, сохранение семейных традиций и труда. Вот культуре созидания, повышения профессиональной компетенции посвящен один из проектов Лиги. Это конкурс университетский «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд». Но номинация очень разная, я просто хотела бы привести пример. Номинация «Победитель женщина-ученый» Кораблева Стелла Леонидовна, очень талантливый ученый, старший научный сотрудник Института физики, автор 120 научных публикаций в базе данных «Скопус». И, как говорят о ней, коллеги, интересно, смотрите, без Стелла Леонидовны ее упорство в достижении цели, неуемного любопытства, требовательности к себе и заботы о молодежи, такого прогресса в развитии лазерной физики в Казанском университете не было бы. На самом деле многие люди погружаются головой в работу и считают ее смыслом всей жизни. И такое добросовестное отношение вызывает большой интерес младшего поколения. Поэтому трудовые традиции – это очень престиж большой для любого коллектива. И Лига Женщин, конечно, во многих случаях выступает организатором таких встреч. Важные социальные задачи Лиги Женщин, Лига Женщин видят и в проведении научно-познавательных семинаров и лекториях. Важных психологических тренингов. Ведь через общение и свободное обсуждение очень важно увидеть, познать, и самое главное, что это способствует развитию и самореализации участников. Тематика самая разная. От обсуждения бизнес-проектов для гуманитариев, которые мы провели, до поиска ответов на вопрос, может ли вообще человек прожить без стресса. От особенностей воспитания одаренных детей до исторического экскурса в культуру досуга 18 века. Или о культуре чтения, о роли массовой культуры и так далее. То есть такие мероприятия вызывают, естественно, многочисленные положительные отклики. И что интересно, что на них приходят с семьями, приходят с детьми. Клуб психологов в общественной организации нашей, проводя цикл тренинга гармонизации профессиональных и личностных отношений, зафиксировал интересное наблюдение. Участники отметили, что занятия способствуют развитию... Ирина Васильевна, простите, пожалуйста. Время истекло. 20 секунд. Поэтому получается, что действительно общественная организация сегодня могут очень многое. Я хотела только бы предложить, что внести предложение, что в стратегию развития, воспитания и образования более активно и целеустремленно привлекать общественные организации. Вот девиз, который... Наш девиз, он характерен для многих общественных организаций. Я думаю, это помогло бы нашему общему делу. Спасибо. Ирина Васильевна, спасибо большое. Я только не сказала, что Ирина Васильевна представляет кафедру международных отношений и зарубежного региона видения, Института международных отношений и истории востоковедения Казанского университета. Ильшат Равхатович, вам-то большое спасибо. Вы создали Лигу женщин в своем университете. Есть ли еще хоть один такой университет в России, где есть лига... Как ни странно, они меня все время туда зовут. Спасибо вам большое. Дорогие коллеги, вот очень интересно, очень многое, о чем будет еще рассказано, и не только в этой первой части, до 12 часов. Но вот одна из тем, мне кажется, нас всех должна заинтересовать. Речь пойдет об опыте проведения уроков нравственности в городах Украины и России. И вот уроки нравственности, мне кажется, это очень важно. А как их проводить и как сделать так, чтобы дети слушали это? Татьяна Викторовна Ларина, которая представляет Голод Николаев, Республика Украина, член Координационного совета Всеукраинской общественной организации, Родительский комитет Украины, нам об этом и расскажет. Пожалуйста, Татьяна Викторовна. Спасибо. Программа одни из них «Милосердие, сострадание, красота родной речи, сохрани жизнь, нравственное начало, лучшая защита от ВИЧ, материнство, великое предназначение женщины, образ настоящего мужчины, положи живот за други своя». Они проводились в форматах классного часа и вариативной части ряда предметов, например, биология, проблемы абортов или литература, история. Значит, на сегодняшний день эта программа в Крыму имеет правительственную поддержку. Правительство Крыма, Аксенов поддерживает и выделяет деньги на награждение победителей конкурса. Более подробно я могу там, кому надо будет, выслать отчет об этой работе. Далее у нас проводилась в городе Николаеве подобная работа. Мы посещали школы с лекциями приблизительно такими и мы посетили около 20 школ города. Реакция была очень хорошая, положительная и директора школы, родители и дети нас ждали с удовольствием. У нас были такие моменты, когда после темы «Право нерожденного ребенка на жизнь» мы раздавали письмо нерожденного ребенка своей маме, и в конце там была такая фраза «Это могло быть и твоим письмом, но мама подарила тебе жизнь, поцелуй ее за это». И дети совершенно спонтанно организовали в соцсетях группы «Поцелуй свою маму», «Мама подарила тебе жизнь». На детей это было очень большое воздействие. Но начальник образования городского запретила нам посещать школу, когда увидела, что родительское движение имеет такое возрастающее влияние на воспитание детей, вызвало руководство школ и запретила нам посещать школу. Потому что ей не понравилось, что мы называли аборты, убийством, что мы девочкам рассказывали о губительных контрацепциях, гормональной контрацепции, о том, что необходимо хранить девственность, что однополые отношения – это плохо. То есть все то, что шло вразрез с европейским вектором движения Украины, было запрещено. И нашу газету «Родительский комитет Украины», ссылаясь на то, что она выходит на русском языке, тоже запретили приобретать в школах. И это была, в общем-то, по всей стране такая похожая ситуация. И, конечно же, когда Министерство образования забывает свои основы Макаренко, Выгодского, Ушинского, Хамлинского, и мы видим такие последствия, которые мы сейчас наблюдаем. Дети, у нас проблема 16, 15, 17 лет, дети идут в радикальные организации, они совершенно не понимают, что происходит. После февральских событий так получилось, что мы оказались с супругом в России. Сейчас мы некоторое время проживаем и на Украине, и видим там ситуации в России. Мы видим, что происходит в России. Конечно же, мы первое время были просто, честно говоря, в каком-то непонимании, и в полном, как так общественные организации их так поддерживают. Мы не верили, в общем, думали какой-то подвох в этом. Подвоха никакого не оказалось. Посетив Конгресс Семей, Всемирный Конгресс Семей, мы убедились в том, что вектор развития России совершенно иной. Но вирусы, которые были запущены ранее в нашу страну, в нашу Россию, они на сегодняшний день имеют свое развитие и мутации. В сознание людей, оно изменилось. Например, на вопрос, что есть лучшая защита от ВИЧ, в Украине отвечает 90% это контрацепция. В России уже так не говорят. Но мы видим, в метро социальная реклама висит, и там сказано, лучшая защита от ВИЧ – это верность сексуальному партнеру. Первое – государство одобряет сожительство в этих плакатах социальных. Второе – не может быть верность никакая сексуальному партнеру, потому что это партнер. Сегодня он у меня один, я ему верна, завтра у меня другой, я тоже буду ему верна. Только единственная формулировка – это хранение действенности, верность в браке. Такие должны быть социальные плакаты, рекламы со стороны государства. Значит, что же происходит в России? Сейчас мы посещаем, мы не сидим опять сложа руки, мы ходим с лекциями в Липецке, мы живем сейчас, и видим там действительно очень большой интерес детей и руководство школ к таким урокам. Там ходят с нами еще священники, два священника. И это еще раз говорит о том, что если директор верующий или хотя бы понимает, что нельзя воспитание отрывать от образования, то там дело идет. И дети воспринимают и слышат информацию, которая формирует их мнение насчет традиционной ценности семейных. А вот если директор атеистически мыслит или он запутался в приоритетах, там дети за 11 лет могут не услышать ни о хранении девственности, ни о супружеской верности, ни о всем том, что на сегодняшний день составляет основной духовный капитал народов России. Значит, информацию дети воспринимают очень хорошо, очень здорово, они просят приходить еще. И вот когда вчера рассказывала Людмила Алексеевна о своих исследованиях среди детей, нужны ли уроки семьеведения, у нас цифры отличаются немножко, потому что после проведения наших лекций 99% детей захотели бы ввести... Допустим, мы задали вопрос, вы хотели бы изучать второй язык? Они говорят, нам и первый, это не особо нужен, там колледж парикмахеры. И они говорят, ну вот эти лекции, которые вы читаете, мы бы хотели с удовольствием, потому что это кардинально может изменить нашу жизнь. И по абортам мы там сделали тоже опрос, и там, значит, дети, 60% говорят о том, чтобы вывести аборт из ОМС, а 40% вообще за полное прекращение. Даже одна девочка, за полный запрет, даже одна девушка сказала следующее, «Если у государства нет денег содержать еще нерожденного ребенка, то пусть лучше казнит виновного преступника, чем неповинного ребенка». И, значит, хочу сказать в заключение. Ведь то, что происходит все равно на сегодняшний день, мы видим процессы такие, что не очень хорошие, то есть даже выпиющие 9 абортов на 10 рожденных детей, и 6 разводов на 10 браков у нас, в принципе, на Украине тоже такая же история, рост ВИЧ-инфекции – это уровень нравственности народа, и результат пренебрежительного отношения к воспитанию, в том числе со стороны школы. И мы бы предложили, у нас есть такие предложения, поскольку вот эти уроки нравственности, они такие, знаете, они мобильные, и они такие могут заменить, пока не введены в семьеведение, пока там сложные какие-то процессы происходят. Или вот основа регулиозных культур, они не везде внедряются. Мы видим ситуацию, что в Сибири, на Камчатке… 20 секунд. 3%. Поэтому уроки нравственности могли бы заполнить вот эти пустоты и детям рассказать о вещах. А также, опираясь на опыт, второе предложение, опираясь на опыт Родительского комитета Украины, начать общественную дискуссию по целесообразности выпуска Родительской газеты. Там мы можем, то, что вы говорили, что родительский всеобуч, там можно показывать, там ситуация, допустим, священников не пускают в школу, вот Россия, освещать. Есть такие, мы знаем, мы общались с священниками, из патриарших на рождественских чтениях. Освещать в этих газетах, печатать те же сказки, чтобы… Помощь педагогам. Мы вам покажем родительскую нашу газету, что мы там печатаем, и очень интересный у нас опыт. Мы можем поделиться и, может быть, здесь организовать. У нас большой опыт в этом. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Вообще говорят, что более лукавой науки, чем статистика, нет. Поэтому данные могут быть разные. Дети наши были подготовлены, да. Но, наверное, вы в особой аудитории проводили свою работу, и поэтому те дети, с которыми вы беседовали, вот 90% вы получили. Спасибо большое. Я хотела бы Эльвире Хамзеевне вошла и слово предоставить. Она расскажет нам о комплексно-вариативной модели социально значимого проекта «Родительский дом. Начало-начал». Вы подумайте, какое название. Действительно, все вообще начинается в родительском доме. И хочу повторить, не с того момента, когда ребенок родился, а когда еще только он начал развиваться в организме матери. Эльвира Хамзеевна, директор Некоммерческого партнерства Ассоциация школьных психологов Республики Татарстан «Параллель», педагог-психолог высшей квалификационной категории и образовательная школа интернет-лицея имени Лобачевского, вашего прекрасного города, вот и представляет Эльвира Хамзеевна. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники нашего форума. Как уже было сказано, что я представляю общественную организацию Ассоциация школьных психологов Республики Татарстан. И, конечно, наш уникальный лицей имени Николая Ивановича Лобачевского, где большое внимание уделяется не только развитию одаренных школьников, но также большое внимание уделяется так называемым родительским университетам. Это взаимодействие школы и семьи. Мониторинг проблем современной семьи показал, что часто родители, не владея методами воспитания, способствуют тому, что у детей нарушается и физическое, и морально-психологическое здоровье. Поэтому с 2012 года наша организация реализует различные проекты, которые направлены на повышение родительской компетенции, конечно, при большой поддержке и содействии Министерства образования Республики Татарстан. Здесь рядом сидят коллеги, которые с удовольствием предоставляли площадки свои школьные для того, чтобы мы могли в рамках Большой Республики проводить вот эту большую информационно-просветительскую деятельность. За время нашей работы было издано большое количество пособий. Могу предложить и показать. Пособие называется «Воспитание детей. Не бывает каникул. Первая и вторая часть». Далее также мы издаем буклеты, которые направлены не только для родителей, но и для детей, например, детям о родителях. В 2014 году проект «Родительский дом. Начало. Начало» стал победителем конкурса гранта Министерства экономики на получение субсидий для того, чтобы мы могли комплексно и вариативно и широкомасштабно реализовать свои ключевые идеи как возрождение семейной педагогики. Конечно, предпосылкой для создания этого проекта были и детские работы, которые мы сейчас предлагаем посмотреть на наши экраны. И в данном случае рисунки говорят сами за себя. Комментарий этого рисунка был таков, что семья как цветок, где один опавший лепесток делает его некрасивым. Также различные опросы общения с детьми показали то, что проблема детско-родительских отношений существует. Например, в своих ответах на вопрос, если бы я доверяла школьному психологу, с какой проблемой я бы к нему обратился. Часто дети говорили о том, что я бы спросила у психолога, почему мои родители постоянно кричат на меня, почему мои родители всегда указывают, что мне надо делать. Почему мои родители редко со мной разговаривают. И эти детские волнующие проблемы и вопросы, конечно, мы пытаемся донести до наших родителей и правильно показать, научить, каким образом построить диалог. Вариативная модель этого проекта – это прежде всего разнообразные формы организационной взаимодействия с родителями. Родительские ринги, семейные гостиные, семейные круга и столы, различные тренинги, так и также охват целевых групп. То есть это классные руководители, педагоги, это дети, это, как я уже сказала, родители. Потому что только совместно можно решать вопросы о сохранении психологического здоровья и семьи в целом. Конечно, в нашем лицее большая палитра, в лицее Лобачевского при Казанском государственном университете, большая палитра мероприятий, через которые строится диалог с родителями. Это и панельные дискуссии, презентации новейших достижений науки и практики. Это игровые программы, интернет-форумы, мастер-классы, научно-практические конференции. И, конечно, мы спрашиваем у наших родителей, что ждет семья от школы. Если сейчас подумать над этим вопросом, вероятно, что у нас у всех возникнет свой ответ, ответ возможный, но, как показывает практика, что семья ждет от школы, конечно, индивидуального подхода, конечно, создание тех комфортных, безопасных образовательных условий, где ребенок чувствовал бы себя как дома. И самое главное, семья, как это не покажется странным, что она ожидает от школы той же самой подготовки к будущей семейной жизни. Спрашиваю у наших педагогов, как вы думаете, что ждет семья педагоги от школы и школы от семьи, то, конечно, мы рассчитываем на поддержку, чтобы семья поддерживала ребенка на всех этапах обучения. И также социологический опрос показал, как уже было много сказано по поводу социологического опроса, что очень часто родители воспитывают интуитивно, без вслепую. И таким же образом, может быть, иногда бывает выбор или брачный союз, интуитивно, просто, случайно. Все это, конечно, требует проведения информационно-просветительской работы с семьями, где благополучие родительских отношений в залог здоровья ребенка. Я предлагаю ваше внимание посмотреть на эти кадры. Это опыт работы по реализации нашего проекта. Как я уже сказала, это были самые разнообразные вариативные мероприятия. И мы видим здесь охват более трех тысяч родителей Республики Тарстан, которые получили знания в области методов воспитания и поддержки собственных детей. В одном обращении к родителям в сети интернет было такое послание. Можно купить дом, а потом продать его. Можно переехать в другой город и поменять место жительства. Можно купить одежду и вернуть ее. Поменять можно все. Может все измениться отношения, работы, обстоятельства. Неизменным с годами и обстоятельствами жизни постоянным навсегда является лишь одно. Я родитель. И для осознания принятия этого утверждения нужна длительная подготовительная работа, безусловно начатая со школьной парты. Спасибо. Досмотрим слайды. И последний слайд. Вот минуточку. У ребенка должен быть свой детский банк счастливых воспоминаний, а не травмированное детство, где ребенок чувствовал себя одиноким. И, наверное, это наша целевая установка нашей организации, как я уже хочу сказать о том, чтобы наши родители могли и умели, и учились создавать тот самый детский банк счастливых воспоминаний. Спасибо. Спасибо вам большое. Первая ваша иллюстрация с отвалившимся листочком папа. Как-то очень нас на грустные размышления навел. Спасибо вам большое. И международный социально-просветительский проект «Человеческий потенциал России» представит Наталья Владимировна Ермошина, город Таймаза, Таймазы, простите, Республика Башкирия, директор Центра защиты семьи, материнства и детства «Ковчег», координатор федерального проекта по лекционно-выставочной работе международного добровольческого движения «За жизнь». Пожалуйста, следим строго за регламентом. Спасибо большое. Я пришварю на вас и думаю, почему вы не улыбаетесь? Такая грустная сидеть. Серьезно. Мне пульт, пожалуйста, передайте, девочки, чтобы я слайдом могла щелкать. Одну секунду вне регламента. Уважаемый Эльшар Травкатович, в вашем лице примите искренние слова благодарности любимому университету от бывшей выпускницы. Пожелание успешной и плодотворной работы на многие-многие годы. У меня сейчас студент учится, сын студента учится здесь у вас. И хотела бы сказать фразу, которую говорят студенты КФУ. КФУ – the best. Спасибо. Уважаемая Людмила Алексеевна, уважаемые гости и участники форума «Святость материнства». Организация проведения в рамках форума «Круглого стола по образованию и воспитанию» Столь представительный разобразный состав его участников говорит об одном. Наконец-то в нашем обществе мы приходим к пониманию важности целенаправленной системной работы по формированию семьянина. Когда у человека есть дом, семья, если в этой семье царит мир, уважение и взаимопонимание, и в этой атмосфере рождаются и растут дети, тогда у человека есть смысл, ради чего жить, что любить и что защищать. Он – гражданин своей страны. Добровольческое движение «За жизнь» существует пять лет. Движение объединяет светские православные общественные организации, в том числе и Центры защиты материнства. 2600 добровольцев из 60 регионов России, а также Республики Беларусь и Украина. Один из проектов движения – Международный социально-просветительский проект «Человеческий потенциал России» я и хотела бы предложить вашему вниманию. Название проекта определилось следующим фактом. Успешно развивающееся общество одновременно использует, упремножая три типа своих основных активов – экономический потенциал, природный потенциал и человеческий. В современном мире человеческий потенциал выступает как наиглавнейший фактор экономического роста, поскольку именно от его состояния зависит использование всех прочих ресурсов. Состояние человеческого потенциала России определяется демографической ситуацией в стране, физическим, духовным, нравственным здоровьем его жителей. Просветительскую работу участники движения ведут давно, но в защите жизни семьи, государства важнейший принцип медицины – профилактика – является не менее важным, а может быть даже более важным. Посмотрим только на последствия аборта для жизни человека. Происходит убийство ребенка в очреве матери, убийство самого маленького жителя страны и самого незащищенного с точки зрения закона. Здоровью женщины наносится неповторимый физический, душевный, духовный вред. Наносится непоправимый вред отношений между мужчиной и женщиной. Были любимыми, стали соучастниками. В редких семьях после аборта удается сохранить чувства, отсюда такие высокие показатели разводов. Поэтому возникло понимание – социально-просветительская работа среди школьников и студентов – важнейший и неиспользуемый ресурс на пути сбережения и приумножения человеческого потенциала России. На первом этапе проекта мы проанализировали состояние лекционной работы. Сильной стороной оказался тот самый человеческий потенциал – люди, которые проводят эту работу. Да, Лига женщин сказала университета. Люди работают бесплатно и с энтузиазмом. Слабой стороной оказалась нехватка методически выверенных материалов, отсутствие возможности общаться, повышать свою квалификацию. Поэтому вторым этапом настало формирование необходимой материально-технической и методической базы проекта. Нами была разработана выставка «Человеческий потенциал России», которая состоит из двух частей. В каждой из них 20 баннерных стендов. Первая часть – это трезвение, вторая часть – это семейные ценности. Каждый баннерный стенд имеет свое конкретное название. Выставка является творческим продолжением трех выставок, которые в течение 15 лет до этого исколесило Россию, Украину и Беларусь. То есть она тоже методически выверенная. Выставка очень удобна в транспортировке. Используется такое понятие, как клиповое мышление, то есть картинка, текст, удобно для восприятия молодежи. Выставка разработана при поддержке синодального отдела по благотворительности, социальному служению. Стала победителем нескольких конкурсов. В настоящее время у нас есть несколько вариантов использования этой выставки. Первый вариант – лекционное сопровождение. То есть лектор проходит с детьми все стенды, рассказывает им. Этот опыт использует Беларусь. Второй опыт – город Нефтекамск, Республика Башкортостан. Они все стенды поделили между участниками – психолог, акушер-гинеколог, священник, многодетная мама, успешный предприниматель. Каждая из них рассказывает по стенду материалы и делится своим опытом. Третий вариант – просто ставится где-то эта выставка, торжественное открытие, тоже с участием духовенства, образования, здравоохранения. А дальше дети просто могут эту выставку самостоятельно пройти, изучить. Вот очень спокойная такая форма работы. Смоленск, Сургут, Уфат и Умазы. Вот у нас мы так работаем. Дальше. Мультимедийный вариант использования тоже несколько городов. И такой вариант у нас маломобильный. 5-6 стендов в класс можно занести и проводить мероприятия. Значит, мы считаем удобно все-таки использовать две выставки по отдельности. Трезвенческую часть у нас сейчас очень активно используют. Трезвенческое движение и семейные ценности. Сегодня фойе КФО – это наша выставка внизу установлена. Вы можете с ней познакомиться. Сейчас у нас разработано 6 вариантов однократной лекции. Полностью сопровождение. Что говорить детям, на каком этапе включать видеофильмы, интерактивы, анкеты. Есть 4 типа циклов. То есть тоже можно подобрать в зависимости от аудитории. Значит, движение обеспечивает лекторов раздаточным материалом. И одной из самых действенных форм работы с детьми у нас является показ эмбрионов в натуральную величину. У нас есть модели эмбрионов 12 недель. Это время, когда делаются хирургические аборты. 7-10 недель. Вот вы можете потом подойти на перерыве, пока я вам покажу его. Вот посмотрите. Есть модели до 26 недель беременности. Они сделаны из материала, который, когда ребенок держит на руке, он согревается, становится как живой человечек. Чтобы человек пропускал через свое сердце, что это такое аборт. С мая 2015 года мы запустили третий этап. Значит, материальное стимулирование лекторов. За каждую лекцию, которая проводится по стране, Украине, Беларуси, мы даем небольшую сумму денег. Небольшую, но существенную. Данный проект можно сейчас использовать как альтернативу или пока как возможность там, где нет пока семьеведения, нравственных основ семейной жизни. Значит, проект малозатратный. То есть изготовление выставки можно считать как затратную часть. Можно использовать мобильный вариант. Мультимедийная презентация, да, ее можно компоновать в зависимости от ситуации. Вот вы сейчас выявите отзывы, да. Очень хорошие отзывы идут и от студентов, и от руководителей, в которых этот проект используется. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству, и с удовольствием будем работать со всеми, кто, кого этот проект заинтересует. Немножко показать хотела. Вот так выглядят эти баннерные стенды, легко, удобно разбираются варианты. Вот посмотрите, да, как дети воспринимают, когда на ладонях держат модель ребеночка. Это самый крупный, 26 у нас идет недель. Тоже я, педагог, смотрю, как меняется выражение лица детей, когда они смотрят эту выставку. То есть вот когда говорят, что у нас дети плохие. На самом деле они плохие, но они очень часто прячутся, чтобы в общей массе не выделяться. Когда они такие вещи смотрят, полное осмысление, полное понимание ситуации. И только секунду, пользуясь случаем, хотелось обратиться к вам, Людмила Алексеевна, и вашим лицам к Российской Академии образования. Мы хотим провести экспертизу выставки. Сейчас должен быть гриф по возрасту, пожалуйста, если можно. Желаем всем благотворной работы в деле образования и воспитания детей. Ведь все мы хотим, чтобы Россия была крепкой и могучей, а главным богатством страны станут дети и семья. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, спасибо. Вот нас очень интересует христианский взгляд на устроение семьи и воспитания детей. Михаил Николаевич Зазвонов, который город Москву представляет, протеерей, руководитель направления отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, нам об этом этот взгляд и преподнесет. Пожалуйста. Спасибо. Тоже хочу сначала отклониться. Я вчера встречался со своими друзьями, некоторые из них заведуют кафедрой вашего университета. Давно я их знаю, мы беседуем. И всегда так бывает, критикуют. Сам, как говорится, не грех покритиковать учреждения, покритиковать руководство. Меня поразило в том, что они гордятся своим учреждением и в захлеб мне рассказывали, какие изменения, как все новые, как поддерживают. Я благодарю университет, потому что такое редко услышишь. Спасибо вам. Я хотел сказать о том, что как священнику мне 80% женщин задают один вопрос, тот же. Что делать с моим вот таким негодяем ребенком? И, наверное, где-то 60% мужчин тоже интересуются, ну, не так, но все же этой тематикой. Вот священнику это очень сделать трудно. По одной причине, что в Евангелии об этом ничего не сказано. Представляете так? Как-то так. Основная книга. И не потому что, как бы, вот почему-то забыли об этом, а потому что в Евангелии написано то, что говорил Христос людям, к которым мы ему обращались. Так вот, они не обращались с этой просьбой к нему, потому что знали, как воспитывать своих детей. Вот, представляете? Проблема то, что мы сейчас собрались, потому что, к сожалению, мы забыли, что делать с нашими оболтусами. Вот, но христианский взгляд на воспитание, безусловно, есть. И я хотел бы сказать о том, что сейчас вот часто, особенно на таких межрегиональных, значит, конференциях, очень часто слышат, что посмотрите на мусульманские республики наши, там действительно традиции такие серьезные, семейные. И часто некий укор чувствуешь за Россию в целом, что мы отстаем от этих показателей. Вот, я очень рад за наших братьев-мусульманов, у них действительно с традициями лучше обстоят дела. Но хотел сказать, что это было не всегда. Да, в целом, именно российские семейные традиции, они были сильнейшими в мире. И они отражены в книге рекордов Гиннесса. Я могу сказать, шуйская крестьянка родила от 24 беременностей 69 детей. Вы представьте себе. Вот. И я думаю, что она знала, что с ними делать, понимаете? Вот. И воспитала. Вот. Я могу сказать, что действительно то, что было впитано с молоком матери каждым человеком и передаваемое было через фольклор, безусловно, через колыбельный, через пословицы и составлял тот костяк воспитания, который у нас есть. Мудрость народная. И если мы повернемся к этому направлению, то, безусловно, сама проблема уйдет. И не станут, как раньше, как к Христу не подходили с этим вопросом, то и к нам, и к педагогам не будут подходить с этими вопросами. Я хотел бы очень важно сказать, что христианский подход к браку – это святая святых, это таинство. И это очень отражено именно в русской душе, в русском фольклору, в русском искусстве и в русской литературе. Вспомните Пушкина «Метель», «Святость брака». Вспомните Татьяну из Онегина. Она верна, она не может приступить, потому что это святость брака, дорогие мои. И вот на сегодняшний день, безусловно, я могу сказать, мы докатились до того, что… И просто много лет работал я на телевидении, и, безусловно, мой научный интерес – это влияние информации на человека. Могу сказать, что мы проиграли своих детей. Они безвозвратно потеряны для нас. Действительно потеряны, потому что никто, ни школа, ни семья не может конкурировать с огромной армией серьезных пиар-менеджеров, которые формируют информационное пространство. Но все же есть путь, наверное, как чудо, если мы спасем своего ребенка. Это когда семья и школа, но если мы говорим сейчас об образовании, смогут договориться, чтобы хоть здесь не быть конкурентами между собой. Чтобы школьный учитель работал с семьей, и чтобы его слова не рушили этот авторитет. Чтобы, безусловно, они в одну дуду, действительно, в единомыслии говорили с ребенком, тогда создается более, еще одна информационная такая атмосфера для ребенка, и он может к этому прислушаться. И все, что окружает ребенка, нужно формировать с тем, что родители считают важным. Они должны найти для своего ребенка улицу, если чувствуют, что улица влияет на ребенка. То есть должны как-то договориться с друзьями. Они должны сформировать и социальные группы. Так, если ребенок находится в соцсетях. Все это потихоньку должно работать вместе. Тогда мы в процентном соотношении увеличим информационное пространство, где находится наш ребенок, вот не в агрессивную среду, которая против семьи прежде всего настроена, а в ту среду, где есть христианство, где традиции, где действительно его семья. Я могу сказать, что вся вот эта компания, вот этих пиар-менеджерей настроена на формирование потребительского общества. Враг этого потребительского общества – это семья. Поэтому все вот это информационное пространство прежде всего стремится разрушить этот институт. И вот это мы должны понимать, дорогие друзья. И как-то вот противостоять этому направлению. Не все решается средствами, не деньгами. И мы должны ломать эти стереотипы и начинать его ломать все вместе. Каждый на своем рабочем месте, дорогие друзья. Спасибо, Михаил Николаевич. Вы просто удивительно уложились во время. Я только хотел сказать, что проблема, которую вы подняли, она очень глубока, разнообразна. Потому что мы, как только ребенка привели в школу, родители считают все. Они больше не ответственны ни за что. Все должна делать школа. А что же мы требуем с учителя, у которого огромная педагогическая нагрузка, масса других бумаг. А сейчас они еще и пишут, и пишут, и пишут, с чем мы боремся. И поэтому, конечно, родители должны в этом принимать участие, безусловно. Ну а любой преподаватель должен быть психологом. Одного психолога в школе не хватает. Спасибо вам большое. Дорогие коллеги, хотелось бы очень услышать и Рустама Маратовича Нургалеева. Он нам расскажет о том, что говорит ислам о браке и семье. Проректор по учебной работе Казанского исламского университета и советник главного КЗИЯ, ученый-секретарь Совета Фулевов. Пожалуйста. Спасибо вам. Республика Татарстан. Да, да. Пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово. Ну вот маленькая ремарка Михаилу Николаевичу, раз уж мы говорим о развенчивании и, скажем так, о разрушении стереотипов, я бы все-таки говорил несколько точно, что успехи ислама, и вот мы в России как-то так вот отстаем. Наверное, правильно говорить, успехи ислама – это успехи России. Потому что, когда мы говорим, что исламская семья в России все-таки пытается и сохранила семейные устои, но это наша радость, наша российская радость. И все-таки в это сложное время, да, вот сегодняшнее время, которое мы переживаем, нужно вот эти вот границы в первую очередь разрушать. Россия – наш общий дом, и успехи исламской семьи – это успехи России. Поэтому хочется поаплодировать прямо. Спасибо вам. Спасибо. Что говорит Куран о семье, о детях? Есть такой аят в Куране, в смысле которого примерно следующим. Всевышний называет детей украшением данного бренного мира. То есть, когда мы говорим, что мы желаем в этом мире из благ и красоты, то Всевышний отвечает – украшение данного бренного мира – дети. Ислам уделяет особое внимание браку и всячески поощряет вступление в него при достижении совершеннолетия. Посланник Всевышнего Мухаммад говорит «О юноше, тот из вас, кто способен взять на себя ответственность, пусть женится, ибо воистину это поможет ему потуплять взор и соблюдать свои половые органы, сохранять свои половые органы в целомудрии. А тот, кто не может, пусть постится, и это для него является защитой». Существует множество божественных пророческих заречений, в которых однозначно рекомендуется заключать брак. Не только во избежание вступления на путь заблуждения и греха, но и с целью обретения благ этой и последующей жизни. Семья – это единственное место поиска и проявления любви между полами. Всевышний сказал в Куране, из его знамений, что он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы жили вместе с ними, устроил между вами любовь и милость. Другими словами, Всевышний как бы указывает нам, что настоящая праведная любовь между мужчиной и женщиной может быть только между мужем и женой. Является крайне неразумным искать ее вне семьи. Это несколько идет в связи с тем, что нам преподавали в школах, часто идеализируя в русской и зарубежной литературе образ молодых влюбленных, которые готовы пойти на многие лишения ради своей любви, делая ради любви такие свершения, как разрыв родственных связей, иногда и уже сегодня вероотступничество, убийство и так далее. Ислам воспитывает молодого человека так, что практически все его решения, в том числе выбор супруга, зависят от воли его мудрых родителей, которые, в отличие от молодого человека, размышляют более трезво и мудро. В сунде пророка приводится такое предание. Пророк Авраам навестил дом своего сына в тот момент, когда тот был на охоте. И, познакомившись с его женой, пообщался с ней, и жена, не знала, что это отец Исмаила, начала ему жаловаться. После этого он попросил передать Исмаилу приветствие от него и попросил поменять порог двери. По возвращению Исмаил выслушал от жены приветствие отца своего и развелся с ней. Он взял другую жену, через какое-то время Авраам снова навещает Исмаила, когда тот находился на охоте. Когда он говорил с его женой, она сказала, у нас все замечательно, мы живем в достатке. И в первую очередь, что она сделала, она чужому человеку, не зная кто он, накрыла стол, приветствовала чужестранца. Таким образом Авраам передал приветствие своему сыну и сказал, укрепляй порог своей двери. Таким образом наш пророк учит нас, что права родителей и мужа в семье очень высоки, и порой они даже выше, чем права детей. Подобный образ жизни послужил бы наглядным примером воспитания наших собственных детей. Но, к сожалению, святость материнства, да, мы говорим о нашем форуме сегодняшнем, к сожалению, святость материнства продолжается только до того момента, когда мать еще не стала бабушкой. А после этого прородитель уходит на второй и третий план. Ислам учит нас, что первостепенная святость, внимание и главенство сохраняется над ней матерю, да и над отцом тоже, до самой смерти. Принципы традиционной семейной этики мусульманской семьи строятся на безупречном уважении и почитании старших, младшему, родителей, детьми. Традиционная мусульманская семья в России моногамна, но, несмотря на, безусловно, патриархальный характер мусульманской семьи, в традиции российских мусульман рон женщины всегда была высокой, как в семейной, так и в общественной жизни. Стоит отметить, что статья 19 Конституции Российской Федерации, которая говорит о эгалитарной семье, несколько мешает и создает проблемы для воспитания патриархального характера семьи. То есть детей и вообще всех взрослых учат о том, что семья, то есть материальные, в первую очередь, проблемы семьи – это общие проблемы мужа и жены. Ислам же наоборот говорит, что все материальные вопросы защиты и обеспечения семьи лежат полностью только на мужчины, и это маленький мальчик должен знать с малых лет, особенно на примере своего отца. В Куране приводится следующий аят. Мужья стоят над женщинами, над женами за то, что Аллах дал одним преимущество при другими, и за то, что они, то есть мужья, расходуют из своего имущества, обеспечивают полностью, тем самым, что предоставляя возможность и время для воспитания детей матерям. Следует заметить, что всевышний условие главенства мужа над женой связалось с тем, что муж берет на себя все материальные затраты, связанные с содержанием. Но нынешнее экономическое положение среднестатистического мусульманина вынуждает работать обоих супругах. В то же время полная женская занятость выводит ребенка из семейного процесса воспитания и передает ее государственные органы. Детский сад, школа, как мы знаем, государство отделено от религии, и государство в школе и в детском саду не может дать того духовного воспитания, которое может дать семья. По данным казанского Мухтасибата, по данным казанского Казыята, главной причиной расторжения брака считается полное или частичное финансовое необеспечение мужа, семьи. Во избежание разводов необходимо возможно предотвращение расторжения браков изначально воспитывать молодое поколение, то есть молодых людей, мальчиков, мужчин, юнош, как людей, которые будут обеспечивать и подыскивать, подбирать для своих дочерей не просто хорошего, доброго парня, а тот, который в действительности сможет все туготы семьи понести на себе. Говоря о статистике, совсем немного. Да, в действительности, среднее расторжение брака, это из десяти заключенных браков шесть расторгаются. По арабо-мусульманскому миру статистика следующая, три из десяти расторгаются, и они бьют тревогу. Единственный регион с густонаселенным количеством мусульман, это Чеченская республика, единственный регион, который имеет такую же статистику, три из десяти. Вся остальная Россия с разными переменами, пять или шесть из десяти. Мы стоим тридцать секунд. Ислам всячески побуждает вести здоровый образ жизни. Ну, о здоровом образе жизни я не буду говорить, по-моему, это так все понятно, я перейду к завершению. То есть, отстранение от алкоголя, отстранение от наркотического зависимости и так далее. Говоря о нашем опыте, в духовном управлении есть система исламского образования. Это мадресе, среднее специальное исламское образование, и высшее исламское образование, как, например, наш российский исламский университет. И на всех уровнях исламского образования, начиная от воскресных курсов, присутствует такой предмет, как семейное право или семья, где на разных уровнях идет воспитание и прививание вот этих традиционных, религиозных, нравственных устоев семьи. В завершении хотелось бы процитировать слова пророка Мухаммада, который говорит, «Лучший из вас – это лучший для своей семьи». Спасибо. Спасибо большое. У меня одно только ваше утверждение вызвало такое удивление и вопрос. Я-то считала, что сама невеста выбирает жениха по большой любви, а не ее родители. Нет, нет, выбирает, в смысле, выбирает-то она. А, но не имеет права решающего голоса. Нет, она решает, только она. То есть прежде, чем она выберет, подводит ее родитель. То есть ее родитель подводит, что выбирает. Вот это не очень нам понятно. Ну, спасибо. Вы поняли. Хотела сказать вот о чем. Координатором нашего круглого стола является Михаил Александрович Смирнов, который тут вот рядышком сидит. Он начальник управления по реализации программы «Институт русской мысли» Межрегионального общественного фонда «Центр национальной славы». И очень многое сделал для подготовки нашего заседания. А в заключение я хотела бы Леониду Ринатуну Фазлееву, помощника президента Республики Татарстан по социальным вопросам, сказать нам в заключение несколько слов. Пожалуйста. Спасибо большое. Огромное. Уважаемые коллеги. Людмила Алексеевна, добрый день. Я искренне, от всей души рада приветствовать вас на территории Республики Татарстан. И разрешите мне небольшой экскурс в то, что делаем мы сегодня в рамках нашего круглого стола. Но прежде всего Татарстан славится своими семьями, славится давно, славится прочно. В Республике Татарстан на сегодняшний день проживает порядка миллиона семей. И еженедельно мы создаем в Республике Татарстан 650 семей. Нужно заметить, что каждый пятый брак в Республике Татарстан – это межнациональный брак. Иногда, еще на что мы обращаем внимание, что в принципе в Российской Федерации у Республики Татарстан один из низких показателей разводов. И на этом мы не останавливаемся. Если говорить о тематике сегодняшнего круглого стола, то образование и воспитание в стратегии укрепления семьи и брака в Республике Татарстан ведется в соответствии с теми тенденциями, которые наблюдаются и в Российской Федерации. Мы точно так же, как и все территории, должны ответить нескольким вызовам. Первый вызов – это несоответствие действительности и того желания, которое сегодня видят все институты и структуры, занимающиеся семьей и браком. На чем базируется в Республике Татарстан работа по укреплению семьи и брака? Прежде всего, на межведомственном взаимодействии. На сегодняшний день Министерство образования не является одиночным субъектом, работающим в этом отношении. У нас к этой работе в обязательном порядке привлечены Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, потому что без решения демографических проблем можно очень скользко говорить о сохранении института семьи и брака. Без решения проблемы рождаемости, которая непосредственно лежит в основе демографической политики Республики Татарстан, мы тоже очень слабо можем говорить о том, как будет развиваться институт семьи и брака, о прогнозных показателях, которые наблюдаются по всей Российской Федерации. Есть еще один вызов, который на сегодняшний день Республика Татарстан точно так же, как и все, принимает. Мы сегодня в рамках круглого стола несколько человек говорили о роли СМИ в становлении института брака и семьи, в развитии, в воспитании, в образовании. Так вот, Республикой Татарстан, в частности президентом Республики Татарстан, поставлена очень большая задача по взаимодействию со средствами массовой информации в части позитивного изложения всего того, что касается культуры брака, культуры семьи и в целом всего того, что связано с образованием и воспитанием. Но, наверное, на сегодняшний день ни для кого не секрет, что будущее России и будущее Татарстана в составе России – это, безусловно, множество культур, множество скоростей, множество коммуникаций, множество способов действия, в том числе в части развития образования, развития воспитания, в той стратегии, о которой мы сегодня говорим. Два проекта, которые реализуются на территории Татарстана, это проект, который носит название «Семьеведение». Многие коллеги, присутствующие в зале, в принципе, погружены в этот проект в качестве его реализующих. И данный проект за период с 2013 года по 2015 уже подготовил 450 педагогов-психологов, руководителей общественных организаций, образовательных организаций, в которых внедряется проект «Семьеведение». Я уже говорила о том, что основные реперные точки расставляются не только во взаимодействии Министерства образования и ЗАГС, а и в межведомственном взаимодействии с отделениями помощи семьи и детям, которые работают с не самыми простыми категориями семей и детей в Республике Татарстан. На сегодняшний день еще один вызов, который в рамках развития темы, о которой мы с вами сегодня говорим, это умение научиться или договориться, работать с талантом. Дело в том, что век скоростей, век сегодняшних коммуникаций талант приобретает очень большую текучесть. И образование, и воспитание, его задача, прежде всего, этих двух направлений – сохранить талант на территории Российской Федерации. В этой части семья тоже может стать основой и корневой системы сохранения и укрепления талантов на территории субъектов Российской Федерации. О чем сегодня мы еще говорим? Мы говорим о том, что те вызовы, которые есть на каждой территории, они характерны для Республики Татарстан, но я думаю, что совместные усилия, и в частности наша с вами совместная работа в рамках «Круглого стола» позволят найти новые технологии, новые принципы, новые примеры территории по укреплению семьи, брака, по еще одному моменту, на который я в конце своего выступления хотела бы обратить внимание. Образование и воспитание сегодня – это не процесс только времени, обучения в образовательном учреждении. На сегодняшний день это процесс непрерывный, ибо в сегодняшний день очень часто приходится менять профессию в своей траектории жизненной. И каждый житель Республики Татарстан сегодня имеет возможность участвовать в своем непрерывном образовании и воспитании. Есть еще один момент, на котором базируются правила Республики Татарстан. Каждый родитель – это пример для своего ребенка. И имея лучшие образцы семей, которые в обязательном порядке участвуют в приеме президента Республики Татарстан, знакомя наших жителей с тем, какие замечательные семьи живут на территории Республики Татарстан, мы берем на себя еще одну задачу по совершенствованию механизмов сохранения и укрепления семьи и брака. Уважаемые коллеги, всем спасибо большое за ту работу на территории Республики Татарстан, которая позволит реализовать все эти задачи, о которых мы говорим. Спасибо. Спасибо.